МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости Удмуртии в студии Елена Керн. Смотрите в выпуске. Как очистить республику от свалок? Удмуртия подключается к проекту «Чистая страна». В поход за адреналином без риска для жизни, о чем предупреждают спасатели, любители активного отдыха. В Малой Пурге собираются построить спортивный объект, ненужный спортсменам. Почему, объясним. Из-за объекта добра до старта первой благотворительной пробежки в считанные дни. Как стать участником, расскажем. Сегодня в парламенте прошли бюджетные слушания. Впервые министры отчитались перед депутатами-избирателями о том, как был потрачен бюджет в прошлом году. Цель мероприятия – сделать выводы из допущенных финансовых ошибок. Поучаствовать в обсуждении, внести свои предложения и замечания через интернет мог любой житель республики. На сайте у Госсовета велась онлайн-трансляция слушаний. На электронную почту парламента поступали вопросы от граждан. Депутаты и министры сразу отвечали. Осенью аналогичные слушания проходили по бюджету текущего года. Как отметил спикер Госсовета, конструктивные предложения были учтены, например, по финансированию агропромышленного комплекса. Субсидирование процентной ставки – это для того, чтобы сегодня в банке выдавали кредиты уже не под 15% и потом субсидировали через бюджет, а напрямую, чтобы давали до 5%. Вот эта форма сегодня уже в Российской Федерации действует. Это тоже предложение наших избирателей. Такие же публичные слушания пройдут по формированию бюджета 2018 года. И верстать будущий финансовый документ уже начали. Когда он поступит в Госсовет, его тоже вынесут на общественную экспертизу. 5 июня станут известны результаты проб, которые были взяты из реки Старковка под Ижевском. Напомним, 26 мая там, по сообщению местных жителей, образовалась пена, которая достигала 4 метров. Как рассказали сегодня, в региональном министерстве природы пока рано винить в ЧП какое-то конкретное промышленное предприятие. Когда эксперты узнают состав вещества, тогда и сделают выводы. В министерстве считают вероятным, что вещество, которое вызвало вспенивание, уже было в реке, а сильное течение просто спровоцировало вспенивание. Наша съемочная группа сегодня побывала на одной из самых крупных в Ижевске несанкционированных свалок мусора в Ленинском районе. Сегодня же она попала в интерактивную карту свалок Удмуртии. О том, какова ее будущая судьба и судьба сутен других свалок, расскажет Дмитрий Ворононин. Горы строительного мусора, автомобильные покрышки, пластиковые и стеклянные бутылки – это несанкционированная свалка, которая идет вдоль северной стороны Александровского кладбища, одна из самых крупных в Ленинском районе Ижевска. Мусор сюда годами сваливают жители частного сектора и строительные компании. Если это не убирается, соответственно, все начинает гнить, постепенно разлагаться и с дождями, со снегом все эти отравляющие вещества постепенно попадают в почву, в грунтовые воды и попадают людям в качестве питьевой воды. Свалку сегодня взяли на карандаш активисты Народного фронта. Эти фотоснимки теперь вещдоки и они в базе данных интерактивной карты свалок Удмуртии. Всего там 130 подобных точек. Неравнодушные граждане сами их фотографируют, а затем с фактами знакомятся уже те, кто должен исправлять ситуацию. Начинают реагировать, потому что природоохранная прокуратура реагирует на каждую свалку, которая нанесена. Они прямо отмечают, они следят за тем, что появляется на карте свалок. Министерство природных ресурсов сейчас точно так же уже мониторит нашу карту свалок, проверяет, смотрит. Прокуратуры очень внимательно относятся, районные. За последний год при помощи интерактивной карты к административной ответственности удалось привлечь почти два десятка руководителей предприятий. И столько же свалок удалось рекультивировать. В масштабах всей республики это небольшая часть, но о том, как в глобальном масштабе в регионе будут ликвидировать, в том числе и несанкционированные свалки, сегодня рассказали в Минприроды. Удмуртия попала в федеральную программу «Чистая страна». В рамках этого приоритетного проекта госкорпорация «Ростех», начиная с строительства заводов по сжиганию мусора и выработке электроэнергии. Что из себя представляет проект? Это проект на три года рассчитан. 128 миллионов рублей. Общая стоимость проекта, из которых, значит, в 2017 году поступит из федерального бюджета 52,6 миллионов рублей. Из бюджета Удмуртской республики и города Ижевска 24 миллиона 700 тысяч рублей. Работы рассчитаны на три года. В Удмуртии завод по переработке мусора не построят, его с наших полигонов будут увозить в ближайшие регионы. Выделенные средства пойдут на технические операции. Дмитрий Вороновнин, Юрий Зелененький, телеканал «Моя Удмуртия». Спасатели республики сегодня завершили поисковую операцию на реке Чепца. Водолазы нашли тело девушки, которая погибла накануне во время сплава на байдарках. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». В настоящее время следователи производят комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление обстоятельств и причин произошедшего. В офисе фирмы, организовавшей сплав, изъяты документы, представляющие интерес для следствия. В ходе расследования будут установлены лица, в обязанности которой входило обеспечение безопасности туристов при прохождении водного маршрута. И их действиям будет дана оценка. Расследование уголовного дела находится на контроле руководителя регионального управления Следственного комитета. И сегодня спасатели вновь обратились к организаторам турпоходов сообщать им о своих маршрутах, где они будут проходить, даты начала и завершения. Есть просьбы и к самим туристам. Какие? Экспертов расспросила Елена Абуховская. Самый простейший, элементарно недорогой, можно использовать в водном походе, это хоккейный шлем. Он допускается нашими стандартами, потому что он закрывает и височную, и лобную часть. О том, каким должно быть снаряжение экстремального туриста, хорошо знает Елена Евсенина. В активный спорт влюбилась сразу. Ещё в советские годы начала бороздить на байдарках водные просторы. Сегодня инструктор международного класса по спортивному туризму называет удмуртские реки особенными. Как правило, это живописный маршрут с препятствиями. Реки в Удмуртии с точки зрения спортивного туризма, они считаются простыми, первой категорией сложности, но на каждой реке есть свои потенциальные опасности. Вот в данном случае на реке Чепце есть старая плотина Октябрьской ГЭС, которая представляет собой очень серьёзные препятствия. И по всем рекомендациям, которые были ещё в советские времена, когда я начинала заниматься спортивным туризмом, у нас был обнос этого препятствия. Подготовка к экстремальному путешествию на байдарках начинается ещё на суше. Изучение техники гребли, правилы безопасности, примерка спасательных жилетов и касок – это первое. Второе – обсуждение маршрута. Сроки выезда и прибытия заранее нужно рассказать спасателям. И это закон. Регистрация туристических групп, она прежде всего необходима для безопасности самих туристов. Получается, что туристы находятся под контролем спасателей, и в случае возникновения каких-либо непредвиденных обстоятельств спасатели в любой момент могут выехать и уже конкретно знают, на каком этапе маршрута находится группа. Ещё одно условие безопасного экстрима – проверенная туркомпания, предлагающая спуститься по бурной реке. По закону реквизиты фирмы должны быть на сайте российского реестра туроператоров. Должно быть зарегистрированное предприятие. Занимаются все коммунирования вплоть до частных лиц. И, естественно, они не в правовом поле, и, соответственно, они не знают тех требований, которые предъявляются к организации, занимающимся этим видом деятельности. И, соответственно, возникают вот такие случаи. Была ли турфирма, организовавшая сплав по реке Чепца, где погибла девушка, в федеральном реестре? Почему не хватило всем спасательных жилетов? Ответы на эти вопросы сейчас ищут следователи. Елена Абуховская, Василий Хохряков, телеканал «Моя Удмуртия». Центр национальных культур имени Тракая Борисова появится в Удмуртии. Открытие вы собираются в деревне Кучерянова, в здании бывшей школы, где когда-то учился Тракая Борисов. Помещения старые нуждаются в ремонте. Средства на это есть. Район получил грант 2 миллиона рублей по федеральной программе «Устойчивое развитие сельских территорий». Тут все обновить надо будет, и кровлю здания, то есть и новые постройки намечаем, чтобы и сцену надо будет строить, то есть фольклорные всякие фестивали, чтобы можно было здесь у нас на этой базе провести. В усадьбе Тракая будет представлена культура четырех основных народов, проживающих на территории района – удмуртов, русских, татар и марийцев. Каждому народу посвятят свою экспозицию. В районе уверены, центр поможет привлечь туристов. Еще один спортивный объект появится в Малой Пурге, а там строят лыжную базу. Любителей активного отдыха в райцентре много, однако новая тренировочная площадка вряд ли будет востребована. Об этом говорят малопургинские спортсмены. Почему? Свои доводы они озвучили нашим журналистам. Пустырь за юго-западным микрорайоном Малой Пурги. По плану в ближайшее время здесь должны начать строительство к 24-м сельским зимним играм. И вроде бы все хорошо. Будет новая спортивная база, роллер-дром, к зиме оборудуют новую лыжную трассу. Но сами малопургинские спортсмены проводить здесь свои тренировки не хотят. Не было такого, скажем, консилиума собрано, чтобы для проведения, для расширенного консилиума, чтобы постройку этой базы решить именно в таком хорошем месте, скажем, что там были и подъемы, и спуски, и горки. А здесь равнина, объясняют спортсмены. Небольшие подъемы и спуски есть в Агрыском лесу. Но до него еще нужно добраться. Видите, вроде рядом, знаете, сколько уже едем? Я говорю, тут километра полтора получается. И поэтому ветер дует, и оттуда ветер будет дуть, и ребята будут подниматься. Подходящее место для спортивной базы есть всего в 10 минутах езды от Малой Пурги в деревне Орлова, уверяют спортсмены. Трасса там, кстати, уже проложена. Продуктивные тренировки проходят и летом, и зимой. И подъемы у нас очень трудные, рабочие подъемы. И это сказывается, да, на победах я нынче как бы уж похвастаюсь. Двукратный бронзовый призор сельских игр республиканских. И сын у меня тоже серебряный призор в спринте. Площадка в деревне Орлова позволяет в дальнейшем оборудовать зону для туризма, которая приносила бы району дополнительный доход. Летом, вот я говорю, поле, именно вот эти овраги можно использовать для, скажем, тоже, ну, сейчас модно жить, канатные дороги, пейнтбол. Но в администрации Малой Пурги объясняют, место подбирали в течение трех лет, вопрос закрыт. Вносить изменения в проект, который утвердило правительство, нет возможности. Но спортсмены отступать не намерены. Федерация лыжных гонок Удмуртской республики поддерживает наше письмо обращение. Обращение подписали почти 200 спортсменов со всей республики и даже лыжники с мировым именем. Пакет документов малопургинцы доставили в правительство Удмуртии с надеждой, что их услышат. Екатерина Горина, Анастасия Тутаева, Илья Дериндяев, телеканал «Моя Удмуртия». В Удмуртии выбрали лучшего доера. Нынешние состязания стали уже 26-ми. Победитель отправится на всероссийский конкурс операторов машинного доения. Там наши доеры прочно закрепились в пятерке лидеров. Кто на этот раз будет представлять Удмуртию, знает Светлана Буланова. 8 билетов, 20 задач, простых вопросов нет, все рассчитаны на профессионалов. Здесь каждый должен знать, например, точное время подготовки к доению коровы. Не менее 45 секунд и не более одной минуты. Потому что там выделяется гормон окситоцин. Если это время проходит, они не выдаиваются уже. Вот они все это знают. Участников 25 со всей республики. Леонид Рыков себе не сомневается, он из династии животноводов. Я с детства привыкший, что у меня мать тоже всю жизнь доярка работавшая. У меня брат тоже так же. Позапрошлым году, получается, на Россию ездил. А тут Муртия представлял. Мы с ним тоже, он тоже будет леча работать вместе, мы там работаем. Сейчас вот новый корпус там построили, вообще отлично работает. 70 животноводческих комплексов, 49 телятников построили в Удмурте за два года реализации программы «Миллион тонн молока в год». В этом году может появиться еще порядка 100 новых животноводческих объектов. Если бы у нас не был высокий уровень развития животноводцев в Удмуртской республике, то незачем бы и проводить такие конкурсы. На сегодня в нашем реестре обозначено 106 объектов. Ну, кто-то, наверное, начнет строить, кто-то завершит стройку в этом году. Но главное в этом заключается в том, что селяне поверили в программу «Миллион тонн молока». Они сегодня делают все для того, чтобы войти в реестр этих ферм и через оказание помощи республиканского бюджета построить такие достойные объекты животноводства. Этот конкурс проводится в Алнарском районе и не случайно. На дое здесь высокие. Свой профессионализм алнарские животноводы доказали на конкурсе, завоевав сразу два призовых места. А вот лучшей дояркой Удмуртии стала Роза Веретенникова из Игринского района. В августе она будет представлять республику на российском конкурсе дойров. Светлана Буланова, Максим Кузнецов, телеканал «Моя Удмуртия». В республике появилось уникальное издание. Теперь о крупных заводах Удмуртии смогут прочитать люди с ослабленным зрением. Издание содержит информацию о четырех предприятиях республики. Это Ижевский автозавод, Сарапульский электрогенераторный, Глазовский химаш и Воткинский завод. Книги отпечатаны специальным шерифтом с использованием рельефной графики. Вот, допустим, про Воткинский завод. Я уже даже изобразила первый советский паровой экскаватор. Вот экскаватор Воткинец, который был выпущен. Потому что не знал, что изобразить рельефной графикой, чтобы было понятно. Но Ижавта, конечно, это легче всего, изобразить автомобиль. Я его и изобразила. Краевеческого издания о промышленности республики для незрячих еще не было. Книга завода Удмуртии стала первой. В будущем, если читатели проявят интерес к данной теме, в библиотеке готовы продолжить выпуск подобной литературы. В столице Удмуртии состоится первый благотворительный забег. Всем, кому небезразлична судьба солнечных детей, могут прийти 1 июня в 11 часов на центральную площадь. Дистанция небольшая, деньги, собранные участниками, поддержат новые проекты. С подробностями Роман Вагинов. Регистрация участников забега в Удмуртии идет полным ходом. Стать ее участником может каждый. Достаточно найти группу в социальных сетях. Побежали благотворительный забег. Заполнить небольшую анкету и внести стартовый износ. Для взрослых 300 и для детей 150 рублей. На сегодняшний день в нашей организации 75 семей, имеющих детей с синдромом Дауна. По республике, я думаю, что это очень хорошее мероприятие, чтобы осветить вообще проблемы и показать, что такие ребята живут в Удмуртии. И они точно так же, как и остальные жители, могут и бегать, и проявлять какой-то интерес, внимание и так далее. Мы приглашаем всех желающих принять в этом участие и побежать вместе с нами. Собранные деньги пойдут на реализацию проекта психологической информационной помощи родителям детей до двух лет с синдромом Дауна, а также на постановку мюзикла, премьера которого состоится через полгода. Можно тем, кто не успеет или по какой-либо причине не может сделать это в интернете, можно сделать непосредственно 1 июня перед забегом. Там у нас будут волонтеры, можно будет внести взнос и зарегистрироваться на забег и получить стартовый комплект. Это силиконовый браслет с логотипом нашего забега, красивый и модный сейчас аксессуар. И мы обязательно выдадим каждому участнику забега сертификат, подтверждающий, что человек участвовал в этом самом добром на свете забеге. Акция «Побежали первая», но станет ежегодной, говорят организаторы, и будет проходить именно в День защиты детей. Участники стартуют с Центральной площади в 11 часов дня 1 июня. Роман Вагинов, Илья Дериндяев, телеканал «Моя Удмуртия». Хор ветеранов «Поющие сердца» из Завьялова стал лауреатом окружного этапа Всероссийского хорового фестиваля в Нижнем Новгороде. На нем было представлено около 600 участников детских и взрослых коллективов. Для нас было вообще неожиданно, потому что коллективы очень большие, с мужским составом, и намного моложе, чем наш состав, потому что наш состав очень солидного возраста, от 75 до 83, и когда мы едем, я всегда волнуюсь, как выдержат дорогу, но тем не менее бабушки очень активные, энергичные, молодые, и вот благодаря им мы добиваемся хороших результатов. Хор «Поющие сердца» единственный из региона вышел в финал фестиваля. Сейчас коллектив ждет приглашения на заключительный этап, который пройдет в ноябре в Москве. Бабушки исполнят песню на удмуртском языке. И у меня на этом все. Еще больше новостей на нашем сайте myudm.ru. А прямо сейчас мои коллеги расскажут о спортивных событиях республики. До встречи.